МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь-4 Гомель. Из всех событий уходящих 7 дней мы выделяем главное, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Портфель заказов сформирован, их нужно выполнять. Предприятие Гомель-Стекло исправляет положение после коронакризиса. Нельзя обесценивать хорошее. Наши корреспонденты поговорили с жителями региона о ситуации в стране и о том, каким они видят будущее. Зов Полесья собирает друзей. В Лясковичах прошел международный фестиваль культурных традиций. Все подробности этих и других событий жизни региона в ближайшие 26 минут. Если получилось сохранить коллектив в пандемию, то и сейчас сможем. Тем более никто и не собирается ни бастовать, ни увольняться. На фоне волнений на некоторых предприятиях страны об этом открыто заявляет руководство Гомель-Стекло. Наши корреспонденты побывали на производстве и узнали, как там дела. И экономические, и с настроением в коллективе. Гомель-Стекло – около 2000 сотрудников. Предприятие работает в круглосуточном режиме. Его нельзя останавливать. Это понимает каждый вовлеченный в производство. Владимир Пехота на заводе уже более 15 лет. И другого рабочего места даже не представляет. Говорит, главное для него – стабильность. Как раз такое чувство уверенности дают любимая работа и хороший коллектив. Для меня развитие моего предприятия, я больше чем уверен, это самый главный фактор для меня. Поэтому я считаю, что у нас все хорошо. У меня в частности точно. Генеральный директор предприятия Петр Максимчиков рассказывает, что никаких политических волнений в коллективе не было. Люди как работали, так и работают. Бастовать, говорит, никто не собирается. Тем более завод, как и экономика в целом, только начал отходить от коронакризиса. В первом полугодии приходилось работать в том числе и на склад. Сейчас вновь на полную мощность. С большим портфелем заказов еще и новые покупатели появились. Нам очень повезло, что коллектив «Гоминг Стекло» это такой сплоченный и вот уже, ну, достаточно профессиональный. У нас нет такой текучисти кадров, может быть, как на других предприятиях. У нас люди работают постоянно. Плюс к тому, эти люди прекрасно понимают, что такое производство стекла. Вы знаете, мы тут разговаривали со своими коллективами постоянно, ведем диалог, постоянно мониторим ситуацию. И, к счастью, нас не коснулись даже вот поползновения, к забастовкам, призывы. Но, как сказали наши люди, мы бы не допустили сами такого. Потому что люди прекрасно понимают, что самое главное сегодня – это работа. На самой новой линии в прошлом году начали выпускать многофункциональное и солнцезащитное стекло. Последнее, кстати, можно увидеть на фасадах многих городских зданий. Но больше всего на линии выпускают энергоэффективного стекла. Основная часть продукции – стекла с покрытием и листового – идет на экспорт. Это более 80% от всего объема. Постоянно появляются новые партнеры. Сейчас началось сотрудничество с Венгрией, Румынией и Германией. Технологии, по которым в Гомеле делают стекло, соответствуют мировым стандартам качества. Технология нанесения покрытия на стекло происходит в условиях глубокого вакуума. То есть наша установка создает высокий вакуум и стекло, которое движется по этой установке, на него поочередно наносятся определенные слои металлов, оксидового металла. В результате образуется уникальный пирог слоев, который создает вот такие так называемые эффекты энергосберегающие, солнцезащитные или комбинированные мультифункциональные. Растут на предприятия не только объемы производства, но и зарплата. Если в апреле средняя составляла 1000 рублей, то сейчас около 1150. Марина Джалая, Валерий Гопанько, Новости недели. Происходящее в стране откликается в душе у большинства белорусов. Люди, проходя по своим родным улицам, очень хотят, чтобы на них было спокойно утром, днем, вечером и по ночам. Говоря про конфликт взглядов, важно, чтобы диалог шел конструктивно и без агрессии. Обещаниям без конкретики в большинстве своем отказываются верить. Наши корреспонденты пообщались с жителями региона, которым есть что сказать о сложившейся ситуации. Этим людям есть и что терять. И речь совсем не о деньгах. Светлана Лапо, лидер волонтерского движения по защите бездомных животных. Девушка сама вышла на связь с нашей редакцией. Не могу больше молчать, очень боюсь и переживаю за свою Беларусь. Когда Светлане было три года, трагически погибла мама. Так девочка попала в детский дом. И с тех пор поменяла их несколько. А сейчас живет в социальной квартире. Говорит, все, что у нее есть, от государства. В том числе и несколько очень сложных и дорогостоящих операций, которые ей сделали бесплатно. Мне в этой стране хорошо жить. Несмотря на те минусы, которые существуют. Если они существуют, я стараюсь с ними как-то бороться, что-то изменить. Я пытаюсь изменить мир вокруг себя. Я объединяю людей какими-то идеями, какими-то добрыми делами. Таким образом я вижу, что именно так можно менять что-то. На сегодняшний день я скажу, что в моей жизни, конкретно в моей жизни, было как минимум пять сложных операций, которых на территории Беларуси мне сделали абсолютно бесплатно. И я знаю, сколько стоимость этих операций стоит за границей. Нужно отметить тот факт, что при тех многих минусах, которые сегодня называют люди, у нас очень много плюсов для жизни, конкретно в этой стране. Я люблю свою страну, я люблю свой город, я очень переживаю, даже говорю о том, что мы, наверное, так беззаботно жили, что я никогда не задумывалась о том, что я так буду переживать за свою страну. Жанна Чернявская из Хойников. Там училась, работала, а в минувшем году была избрана депутатом Палаты представителей Национального собрания. За ней закреплено пять районов. И везде живут люди, чьи проблемы призваны решать, в том числе и депутаты. Сейчас очень тревожное время для каждого. Но самое горькое, говорит Жанна Чернявская, что многие забыли, а кто-то в силу молодого возраста и не знает, сколько тяжелых этапов было в судьбе Беларуси. И как больно, что все, что удалось сделать хорошего в стране, обесценивается. Как житель Хойниковского района, которые пережили сначала в 86-м году Чернобыльскую катастрофу, это просто не рассказать. Это вот жизнь оборвалась, как говорится, до и после. И настолько сложно это было все восстанавливать, насколько сложно это было по крупицам собирать, потому что только в Хойниковском районе жило почти 47 тысяч человек. 20 тысяч с лишним уехало. И представьте, сколько кадров пришлось искать. Финансирование. Про Гомельскую область вообще можно говорить много, потому что она наиболее пострадавшая от Чернобыльской катастрофы. И какое было правильное решение президента, когда он сказал о том, что здесь должен быть РНПЦ, здесь должна быть поликлиника, больница, где должны лечиться люди, и получить помощь пострадавшей от Чернобыля. Очень правильно было, когда в Гомеле здесь был институт переведен радиобиологии. Хотелось бы всем молодым людям сказать, что не все то золото, что блестит. То есть можно приводить очень много различных пословиц, поговорок. Просто надо сегодня думать и не принимайте необдуманных решений. Вот это вот мое личное обращение. Я хочу, чтобы наша страна оставалась всегда такой же мирной, спокойной, уравновешенной. Мы же мудрые белорусы. Мы столько пережили всего. Через нас столько войн проходило. Кстати, наравне с дискредитацией роли депутатов, которая на волне сегодняшнего хаоса появилась в стране, вновь некоторые люди заодно стали критиковать построенные ледовые дворцы и спортивные арены. И нам вспомнилось открытие в июле многофункционального спортивного комплекса на Портовой. Ведь этого события ждал не кто-то там, наверху, а именно дети. Это у них теперь появилась возможность учиться и тренироваться в шаговой доступности. Кстати, перед интервью директор смывал с лица краску. Он работает тут, как все, готовит помещение к началу занятий. Почему, в общем-то, для нас это является необходимостью? Потому что повышается качество проведения самих занятий. У нас режим так построен, что учебная программа она сочетается с двухразовыми тренировками. И вот тренировки по два с половиной, по три часа, вот за это время тренер должен выполнить свою определенную программу. Те задачи, которые стоят ему на учебно-тренировочный процессе. И вот если, допустим, те же дюдаисты ездят на Сельмаш, то представьте, если на общественном транспорте нужно ехать туда полчаса, назад, да переоделся, да умылся, когда тренироваться детям. Поэтому здесь, пожалуйста, в шаговой доступности находится великолепный спортивный зал. У нас культивируется 12 видов спорта, те виды спорта, которые исторически сложились на Гомельской земле. Это гребля, это все виды борьбы, это легкая атлетика, это современная пятиборья. Поэтому, конечно, мы благодарны власти, наши тренеры еще лучше и более качественно начнут работать. И я думаю, что спортивный резерв, он является у нас сегодня в республике одним из лучших. Но я еще раз говорю, мы постараемся, чтобы, конечно, тренировки более качественно проходили. И наши дети с достоинством и честью защищали на международных соревнованиях нашу Родину. Сейчас во многом интересы стали расходиться. Конфликт взглядов налицо. Конечно, каждый имеет право на собственную позицию, но большинство уже устало от споров. Важно не переходить на личности и не отрицать реальное достижение суверенной страны. Марина Джала, Андрей Иванов, Валерий Гопанько, Новости недели. Вы смотрите Новости недели на телеканале Беларусь4 Гомель. Мы говорим о главных событиях уходящих семи дней. Программу продолжит обзор от службы информации. Представители десяти стран ознакомились с потенциалом Припятского Полесья во время Мозырского экономического форума. Его посетили дипломаты из России, Армении, Азербайджана, Болгарии, Литвы, Ирана и ряда других стран. Также в Гомельскую область прибыли представители регионов Беларуси. Мозырский экономический форум за годы развития вырос от события регионального значения до мероприятия в масштабах республики. Впервые он приурочен ко Дню торгового советника, одного из важнейших ежегодных мероприятий для торгово-экономических советников дипломатических миссий, аккредитованных в Беларуси. Во время форума участникам презентовали возможности и ресурсы Мозырского машиностроительного завода, Беларуськабеля, деревообрабатывающего комбината, предприятия Мозырские молочные продукты, а также инвестиционный проект Ледовая арена в Мозыре. В программе форума также посещение Мозыр-Соли и НПЗ. Выполнение требований директивы президента номер один рассмотрели на заседании Гомельского облсполкома. Анализ деятельности местных исполнительных и распорядительных органов по реализации положений документа показывает, что комплексная работа приносит определенные положительные результаты. Снижается количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях и на воде. Однако в то же время увеличилось число жертв на пожарах и на производстве. Ситуация на предприятиях в целом вызывает беспокойство. Нередкость формальный подход к соблюдению правил техники безопасности самими рабочими и их руководством, а также факты эксплуатации несправного оборудования. Это, пожалуй, основные и до сих пор довольно частые причины, приводящие к смертельным случаям и серьезным травмам. В ходе заседания исполкома отмечено, что деятельность мобильных отрядов горроисполкомов может стать действенной мерой по предупреждению нарушений трудовой и исполнительной дисциплины. В первом полугодии такими группами было проведено 650 рейдов, в ходе которых выявлено более 9 тысяч нарушений, почти половина из них по охране труда. На заседании Гомельского облсполкома обсудили также ситуацию в сфере образования и, в частности, готовность школ к новому учебному году. Основное внимание созданию безопасной среды для учащихся и учителей. Вопрос комплексный тут и исправность школьных автобусов, и ликвидация с территории аварийных деревьев, и, конечно, санитарно-пожарное состояние учебных заведений. Многое сделано в рамках подготовки к новому учебному году. Проведен косметический и капитальный ремонт, отреставрирована мебель, закуплено оборудование, но предстоит еще много работы. В частности, опыт дистанционного обучения показал, что для повышения эффективности этого процесса необходима массовая замена устаревших компьютеров. Акция «Соберем портфель первокласснику» объединила неравнодушных людей, готовых подарить праздник будущим школьникам. Приятные и полезные подарки на этой неделе вручали общественные организации, трудовые коллективы и представители власти. Заместитель председателя облсполкома Владимир Привалов подарил школьные портфели и спортивный инвентарь 14 мальчикам и девочкам, детям работников спортивной отрасли и ребятам из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Национальный Олимпийский комитет Беларуси по традиции передал будущим школьникам олимпийские дневники. Всего в этом году в области в первый класс идут около 17 тысяч детей. Практически все ребята из многодетных семей, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в подготовке к школе получили помощь от государства. Спортсмены за Беларусь На реке Сож в Гомеле прошла зрелищная водная регата. В ней приняли участие более 60 молодых гребцов. Заплыв стартовал от базы детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва номер 6. На воду спустились 35 учащихся, к которым по пути присоединились еще около 30 юношей и девушек. Байдарки с наклейками с государственной символикой сопровождали лодки и катера с развивающимися флагами. Мероприятие организовано для популяризации государственной символики в патриотическом воспитании юных граждан, а также поддержки стабильной и развивающейся Беларуси. Туризм – это ведь не только про отдых, но и про бизнес. Смогла ли отрасль оперативно перестроиться в непростой для экономики год, который подкосила пандемия? Как развивается агроэкотуризм? В чем секрет популярности здравниц региона? И подтолкнуло ли лето 2020 обратить внимание местного туриста на отдых на родине? Об этом в интервью программе рассказал начальник управления спорта и туризма обл. сполкома Павел Старосветский. Павел Анатольевич, интересно, как пандемия с ее ограничениями повлияла на развитие туризма в регионе и повлияла ли вообще? Ну, конечно, повлияла, потому что людям все равно пандемия, не пандемия, люди работают, человек должен отдыхать, он должен восстанавливаться. И когда мы коснулись, а куда же мы поедем отдыхать, туда нас не пускают, там нас не ждут, там мы оттуда вернулись, люди, соответственно, начали искать и, как говорится, воткнулись в определенную непонимание со стороны, что, а куда ехать, да, потому что все-таки не совсем актуально есть и в полной мере представлены те объекты, которые можно посетить. И это дало определенный толчок и нам, как управлению спорта, и туристическим операторам взяться себя за руки и развивать внутренний туризм. А то, что мы готовы показать, то, что у нас есть показать, это все-таки довольно-таки обширно, объемно. То есть, скажем прямо, для отрасли 2020-й да не самый простой, но это шанс? Он должен был быть такой год для того, чтобы мы переосмыслили и пересмотрели. Я хочу назвать одну цифру 2 миллиарда долларов. Это действительно такая цифра, которую белорусы за год ввозят в Египет. Только в Египет? Только в Египет. Эти данные, которые привез министр по туризму и культурных древностей Египта на встрече буквально две недели назад с министром спорта и туризма Республики Беларусь Ирием Михайлович Ковальчуком. Почему он приехал? Он приехал потому, что белорусы туда не едут сейчас, а белорусы занимают седьмое место в разрезе всех туристов в Египте. И, конечно же, наша задача повернуть хотя бы часть этих денег во внутренний туризм. И, соответственно, если какая-то доля этих денег будет направлена сюда, это даст в первую очередь толчок развитию самому туризму, потому что бизнес будет работать совершенно. Соответственно, это рабочие места, это доход. Этим, соответственно, будет интересно заниматься. И уже у нас будет не 170 объектов агротуризма, а намного больше. И действительно, туризм это ведь не только про отдых, но и про бизнес, про доходность. Смогли ли в этот не самый простой для экономик всего мира год наши турфирмы перестроить свой взгляд и интерес в сторону внутреннего туризма? Смогли. Смогли, но не все. То, кто хотел, они смогли. Значит, на первый же... У нас на сегодняшний день есть в соцсетях группа. Мы предложили всем туроператорам, кто хочет, на диалог. Но не диалог именно как власть и бизнес, а диалог как друзья. На сегодняшний день мы должны объединиться и вместе выходить из этой сложной ситуации. Да, люди пришли. Да, они пришли сначала где-то с такой, знаете, опаской. Сейчас там что-то будут им говорить, что-то будут требовать. Но когда они услышали, что мы им хотим помочь, мы готовы выступить дополнительной площадкой для того, чтобы помогать им продавать те услуги, которые есть, они очень активно откликнулись. И самое главное, у нас появилась вот эта вот обратная связь. Мы, сидя в кабинетах, не совсем видим то, что нужно людям, то, что нужно бизнесу, то, что нужно туроператорам. А вот у нас получается очень замечательный диалог. Спасибо им. И я думаю, что эти, именно конкретно эти люди, которые приходят, мы, у нас хороший симбиоз получается. И они уже перестроились. Какие сферы для продвижения в этом плане в Гомельской области в рамках отрасли наиболее перспективны? Я думаю, что все-таки это агро-экотуризм. Его можно называть как угодно. Отдых, одним словом, отдых на природе. Мы должны сейчас все-таки собраться с силами, перебороть себя и собраться и выехать. Увидеть это животное, увидеть это дерево. Если мы это видим за границей, мы говорим, ой, как красиво. Но мы не видели это здесь. А у нас действительно, поверьте, есть что посмотреть и есть что побывать. И увидеть, и услышать, и попробовать. Сегодня в области более сотни агроусадеб. Сколько из них действительно толковых? Они, в принципе, толковые все. Но мы можем говорить о том, что кто-то предоставляет услуги, больше услуг. Кто-то только ночлег, кто-то целый комплекс. У кого-то своя фишка. И самое главное, что на вкус и цвет, как говорится. Потому что есть у нас агроусадьбы, которые только 20 рублей за вход. А есть у нас агроусадьбы, где 5 рублей стоит ночлег. Такие тоже должны быть. Но ночлег там не предполагает какого-то сервиса. Он предполагает место в палатке. И я хочу сказать, эти вещи тоже востребованы. Потому что каждый вид отдыха, он имеет место на жизнь. Но мы должны его, как говорится, обернуть в обертку. Показать людям, чтобы он захотел... Красиво подать. Действительно очень много интересных объектов. Но мы, к сожалению, пока еще далеко не все. И не все научились правильно подавать. Хромает маркетинг. Хромает маркетинг именно у самого бизнеса. Вот в тему подать и продать, готовясь к разговору, узнал, что около 50% экспорта услуг отрасли делают санаторно-курортные учреждения. Здравницы шустрее перестроились в активном своем продвижении? Ну, здравницы, они всегда были валовым таким источником дохода всего экспорта туристических услуг. Ну, это, понимаете, мы говорим сейчас об экспорте, об иностранцах. То есть иностранец, да, он на сегодняшний день больше едет для получения услуг, именно санаториев, лечебных, восстановительных, реабилитационных. Потому что наши санатории, они действительно располагают той материально-технической базой, тем квалифицированным персоналом, который готов эти услуги не только продать качественно, но и, ну, как сказать, оказать. Потому что зачастую, человек же куда идет? Он идет, ему все равно в какой санаторий, он идет зачастую к доктору, именно к этому доктору. Почему и у них своя клиентская база, и редко, ну вот мы даже делали такое исследование, что россияне, он не бросается из одного санатория в другой. Если уже понравилось, он знает, что там вот, работает там условная Вера Сергеевна, а там работает Ирина Васильевна, вот, которая сделает качественный массаж или сделает качественную какую-то услугу. То есть даже не за ночлегом, а за услугами, за качеством услуг. Вот здесь парадоксальный момент, в завершение поговорим об этом. Российские и зарубежные туристы раньше белорусов поняли, что отдых в Беларуси, в Гомельской области не только здорово, но и здорово. Это сложилось уже традиционно ни год, ни два, ни три назад. Значит, почему пошла такая тенденция, разница ценовая политика. Ценовой уровень в России, он был намного выше, чем ценовой уровень в Республике Беларусь. И люди аккуратно, когда-то, решили попробовать, ну, лечиться, мы же все хотим быть здоровыми, нам же после отпуска выходить снова на работу. Они попробовали, они распробовали, и они поехали. И вот этот вот именно большой поток иностранных туристов дал определенный толчок для развития этих санаторий и для развития их материальной базы. Если бы этих туристов не было, загрузка санаториев была бы не такая большая. И мы, возможно, остались бы еще там в 90-х, да, в 80-х. Это очень хорошо, что российские санатории подняли цены. Это дало нам определенный толчок этому. Ну, я не могу сказать бизнесу, а не санатории, это все, как правило, государственные или профсоюзные. Ну, а наши люди чаще стали отдыхать здесь, в Гомельской области, вот за этот год? Да, да, чаще, потому что уже, во-первых, им стало легче, да, то есть у нас же люди, мы зачастую не готовы планировать свой отдых. У многих людей он так спонтанно. И в свое время, когда это было все оккупировано, ну, я могу назвать это, поймите меня правильно, с нормальной точки зрения, то есть было занято российскими туристами, то наш местный, он и не мог получить эту услугу, потому что все распродано. Уже даже на сегодняшний день, когда мы выходим из этой ситуации, до конца лета во многих санаториях все распродано. Даже в период пандемии? Ну, да, она уже сейчас выходит, и даже если мы сейчас скажем, а вот я хочу, а уже все, поздно. Вот, поэтому нужно быть немножко расторопнее. Павел Анатольевич, спасибо за это интервью, успехов в делах и до встречи в эфире. Спасибо большое вам также. Всего доброго. Фестиваль этнокультурных традиций Зов Полесья вновь собрал друзей. Вчера в агрогородке Ляскович и Петриковского района свое мастерство демонстрировали фольклорные коллективы и народные умельцы из Украины, Молдовы, России, Прибалтики, Польши, а также из Индии и Китая. Вообще, в программе фестиваля было много позиций с отметкой «Впервые». Интерактивная площадка «Хлеб Майхо Полесья», выставка победителей областного пленера «Фарбы моей краины», концертно-игровая программа аутентичных коллективов «Фолькфест», фестиваль речиков по дереву. Впечатлениями от увиденного делятся наши корреспонденты. На этот раз международный фестиваль «Зов Полесья» начался с неформальной международной встречи членов Оргкомитета с участниками Мозорского экономического форума. Накануне у дипломатов десяти стран был достаточно напряженный деловой день. Сейчас им предлагают ознакомиться с традиционной культурой белорусского Полесья. По большому счету, это тоже укрепление связей между народами. Добрые отношения между народами и странами строятся на понятных вещах. Если борьба, то спортивная, если состязания, то интеллектуальные и творческие. Если конкуренция, то честно. Спасибо вам за верность идеям сохранения мира и добрососедства, за продолжение конструктивного диалога по укреплению экономических связей. Дамы и господа, приглашаю вас всех окунуться в уникальный быт белорусских полешуков. Фестиваль этнокультурных традиций 2020. Это 8 подворья Гомельской области и 3 Брестской. Каждая со своими местными особенностями. Где-то предлагают ознакомиться с прапрадедушкиными рецептами заготовки трав. Где-то исполняют песню, которую пели уже достаточно далекие предки современных полешуков. Неизменный интерес у гостей вызывают, как бы их сейчас назвали, орудия производства. Те же жернова, например. Тем более, когда можно получить еще и своеобразный мастер-класс. Мастер-класс от народных мастеров – одна из особенностей нынешнего Зова Полесье. Василий Казачок из Брестской области работает директором центра гончарства в деревне Городное. Говорит, что за один день обучить тонкостям мастерства невозможно, однако показать, как делали посуду наши предки, реально. В этом году программу фестиваля максимально обновили, в связи с чем многие события прошли впервые. Изменился и облик фестивальной площадки. Она превратилась в своеобразный музей под открытым небом. Все это – кропотливая работа большого количества людей. От строителей и культработников до представителей государственных структур. Вячеслав и Вероника Шереметовы на фестивале знакомят гостей с уголком своей малой родины в Петриковском районе и предлагают принять участие в беспроигрышной лотерее. Выиграть можно даже козла самого настоящего. Козочку можно, кролика можно, лимонадик, вафельки. Все подряд. Козлика у нас беспроигрышная. Какой-либо подарок все равно добудет. Праздник поддерживается на самом высоком уровне. Стартовавший в 2010 году по инициативе президента Беларуси фестиваль постоянно развивается. Но неизменным остается одно – поддержка народных традиций. Впрочем, есть на этом празднике еще одно неизменное правило – присуждение звания гонорова Полишук. В этом году дипломы получают генеральный директор Беларусьнефти Александр Ляхов, директор акционерного общества «Спецжелезобетон» из Брестской области Василий Басевич и председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Михаил Русый. Само слово «Полишук» от слова «поле» искал. Он искал вот помеж пусток болот белорусской земли, в лесу. И он ценит эту землю, ценит труд. Это люди с особым вот таким качеством, добрые. Ведь у Полишуков никогда не было замков. Стояла палка в дверях. Значит, дома никого нет, никто не заходил. Это гостеприимно. Зашел человек, он уже гость. Вот ты сын, вот ты кто, но ты гость. Поэтому учили всегда нас любить людей. Это самое главное. Уважать людей, помогать друг другу. Видимо, вот это и заложилось в традиции вот нас всех, как Полишуков, и переложилось как на всю Беларусь. Участники фестиваля Зов Полесья говорят, что это хорошая возможность не только показать культуру своего края, но и продемонстрировать такие лучшие качества Полишуков, как гостеприимство и доброжелательность. Здесь всегда все делали искренне и по-настоящему, думая не только о нынешнем, но и о завтрашнем дне. Сегодня на обновленной Пляцовце мы с вами чуем беларуську мову, якая гучиц, фольклор наш, мы бачим все наши самобытные коллективы, які показывают свои промысловые и другие направления. И эта Пляцовка заявляется местом единства, местом не боротьбы, а местом нашей, где мы с вами объеднаемся и где мы за свою суверенную Беларусь выказан свои слова и думки. дякую вам за все и всего вам належа, за нашу родную Беларусь. Олег Сентюров, Александр Лупиненко, Валерий Гопанько, новости недели. И на этом у меня все. Мы встретимся в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. Спасибо за внимание и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова